Всем доброго времени суток! На связи Николай Птиченко, руководитель гитарной школы Ваганты. Адрес нашего сайта http.ptychenko.ru В этом видео мы поговорим с вами о такой замечательной возможности для музыкантов, как обучение игре на гитаре с помощью онлайн-курсов на автопилоте. Что это такое, об этом мы поговорим чуть позже. А для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями нашего тренингового центра, вначале нам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Для этого нужно кликнуть по кнопке «Регистрация» и заполнить все необходимые данные. После этого на вашу почту придет письмо для подтверждения регистрации. И после подтверждения вы сможете получить доступ после авторизации в ваш личный кабинет, в котором, собственно, и будет проходить все ваше обучение. Если у вас возникают трудности при регистрации, вы можете войти внутрь статьи «Экскурсия по сайту» и посмотреть подробную видеоэкскурсию, как это делается. А мы вернемся к тому моменту, когда вы зарегистрировались на сайте, подтвердили регистрацию, и тот логин и пароль, который вы вводили при регистрации, теперь нужно ввести вот в эти два поля, для того, чтобы авторизоваться на сайте. Итак, я войду под моим паролем и логином. Вы, соответственно, под своим. После этого вы окажетесь в своем личном кабинете. И здесь находится целая серия различных онлайн-курсов, в которых вы можете принимать участие. Новички начинают обучение с гитарного марафона, научись играть на гитаре за 12 уроков. Первая часть этого марафона бесплатная. В течение нескольких уроков вы научитесь самостоятельно играть вашу первую песню. Вторая часть этого марафона платная. Вам необходимо будет приобрести один из пакетов этого онлайн-курса. Итак, зайдем внутрь урока и посмотрим, как организовано здесь обучение. Здесь вы найдете различные видеоматериалы. Например, когда вы будете отправлять отчет о домашних заданиях, вам необходимо залить ваше видео на YouTube. Если у вас есть проблемы с этим, вот специально видео записано для тех учеников, которые не умеют это делать. Важный вопрос для новичков. Как выбрать гитару? Здесь вы посмотрите видео, в котором я записал мысли и идеи замечательного гитарного мастера Сергея Щеголева. И он поделится с вами в этом видео. Настройка гитары для новичков очень важный момент. Здесь вы можете познакомиться с настройкой гитары с помощью клочка бумаги. Самый веселый способ настройки. Ну, а я рекомендую вам настраивать гитару вот с помощью этого IP Guitar Tuner. Здесь также записано подробное видео и дана ссылка на скачивание программы этой, чтобы вы могли без всяких проблем настраивать гитару. Здесь дана практика настройки гитары. Вы можете посмотреть, как это делается с помощью другого способа. В каждом уроке дается запись вебинара, на котором рассматривались такие важнейшие вопросы. Речь идет сейчас о вводном вебинаре, как система обучения Клэвэфинге, с которой вы познакомитесь. По данной методике я абсолютно уверен, что может научиться играть любой человек, потому что она строится на принципиально новой основе. Об этом будет рассказано в этом видео. И любой ученик, который способен перестроить работу своего мозга, он научится стопроцентно играть на гитаре. И уже через примерно 4 урока вы будете играть свою первую песенку по данной методике. Каждому уроку дается, кроме записи вебинара, видеоконспект. Видеоконспект это тот же вебинар, но только без всякой воды, то есть без всяких пауз. Например, когда дается задание ученикам, то всегда им дается еще какое-то время на подготовку. И ведущий в это время просто молчит. Вот это я называю водой. В конце дается домашнее задание, которое необходимо выполнить. Вы нажимаете на кнопку выполнить домашнее задание. Здесь вписываете название, название урока. Что вы сделали? Ну и обязательно сюда вставляется ссылка на выполненное задание. Вот здесь, обратите внимание, стоит уже HTTP. И здесь нужно вводить ссылку обреза в HTTP. То есть, чтобы здесь не было двойной записи, вернее, HTTP. После того, как руководитель данного онлайн-курса проверит ваше задание, он поставит здесь статус проверено, оценит вашу работу. И после этого вы получаете доступ к следующему уроку. Ну вот сейчас мы с вами перейдем в первый урок. Посмотрим, как практические уроки у нас организованы. Входим внутрь урока. Здесь обозначаются основные темы. Чему мы научимся на этом уроке. Сам материал организован следующим образом. Вначале идет запись вебинара. Вы можете очень подробно посмотреть данный вебинар по данной теме. После этого дается видеоконспект урока. Видеоконспект это тот же вебинар, где рассматриваются основные темы, но без воды, как я вам уже говорил. То есть, без всяких пауз для выполнения каких-то практических заданий и так далее. Видеоурок отличается от видеоконспекта тем, что здесь показан весь урок уже с видеорядом. То есть, вы можете посмотреть, как выполняется то или иное задание урока с помощью видео. Это очень увеличивает эффективность выполнения данного урока и прохождения его. Очень удобная такая фишка, шпаргалка урока. После того, как вы хорошо усвоили урок, бывает очень неудобно просматривать вебинар или видеоурок и так далее. А здесь вы можете какие-то знания восстановить сразу. То есть, по вот этим шпаргалкам. То есть, вы нажимаете на запись и перед вами сразу же открывается какой-то фрагмент урока, который демонстрировался во время вебинара и также комментировался в видеоконспекте. Здесь дается домашнее задание подробное, которое вам нужно отработать и прислать видеоотчет, залив ваше видео на YouTube, вот здесь, то есть там, где написано «Выполнить домашнее задание». Мы об этом уже говорили. И обязательно каждому уроку дается образец выполнения домашнего задания. Это крайне важная тоже вещь. И, глядя на образец, вам необходимо в течение определенного времени, скажем, недели добиться этого результата. После этого, когда вы полностью выполнили задание урока, вы записываете ваш урок на видео, заливаете его на YouTube и сюда вписываете название урока, что вам удалось сделать, ваши трудности, и без HTTP, я еще раз повторяю, сюда вставляете ссылку на ваше видео. И после этого не забывайте нажимать на кнопку «Сохранить» и «Закрыть», иначе все ваши записи просто не сохранятся, и педагог не сможет получить, естественно, ваше домашнее задание. После того, как вы отправили ваше задание, вам необходимо дождаться проверки задания педагогам. То есть у вас должен быть стоять статус «Проверено». Здесь, может быть, другие статусы «Ожидает проверки» или «На доработку». Если вы некачественно подготовили урок, то педагог вам напишет ваши ошибки и недостатки, и будет стоять статус «На доработку». В тот момент, когда стоит статус «Ожидание проверки», это значит, что ваша работа еще не проверена, она проверяется. А после проверки ставится статус «Проверено» и выставляется оценка. Хорошо, прекрасно, очень хорошо. Теперь мы немного поговорим о различных онлайн-курсах на автопилоте. И что это такое. Для новичков у нас организован курс «Гитарный марафон. Научись играть на гитаре за 12 уроков». Первая часть этого гитарного марафона бесплатная. Мы даем возможность всем нашим подписчикам познакомиться с методикой, убедиться, что она работает, и что любой человек способен научиться играть на гитаре, используя данную методику. При прохождении каждого онлайн-курса у нас дается пошаговый доступ. То есть, когда вы выполнили один урок, прислали отчет о нем, педагог обязательно проверит этот урок. И если он выполнен качественно, вы получаете доступ к первому уроку. Но вы никогда не получите доступ к первому уроку, пока не выполнен предыдущий урок. Это очень справедливо. Представьте себе, например, что мы строим музыкальный дом. И вот этажи этого дома – это как уроки. Вот представьте себе, если вводный урок мы выполнили плохо, посредственно, это то же самое, что мы плохо построили фундамент нашего музыкального дома. Поэтому вы понимаете, что будет с таким домом, если мы начнем строить, например, первый урок или второй. То есть, просто наш дом рухнет. А на нашем языке это означает, что ученик не сможет научиться играть на гитаре, потому что фундамент у него не построен. Поэтому на наших онлайн-курсах любая халтура исключена. Если к нам попадает ленивый человек, он просто не сможет учиться по той простой причине, что он не привык ничего делать качественно. В нашем случае он либо должен измениться сразу, то есть, мы дождемся от него качественного выполнения задания, даже если ему придется потратить, может быть, немножко больше времени, чем другим ученикам. Но он сможет доказать себе, что он такой же способный ученик, как и все другие. Теперь темп прохождения уроков. Каждый ученик выбирает самостоятельно. Это тоже очень удобно, потому что у каждого свой ритм и темп жизни. Теперь немного еще поговорим о том, что такое онлайн-курсы на автопилоте. На автопилоте это означает, что вы можете начинать обучение на любом из наших курсов с того момента, когда вы пожелаете. Понимаете вашу выгоду? То есть, вам не нужно договариваться с педагогом, вам не нужно ехать через весь город, давиться в транспорте, вам не нужно тратить деньги на транспортные расходы. И масса еще других нюансов возникает, если вы проанализируете эту ситуацию. Например, родители не будут беспокоиться о детях, например, которые самостоятельно едут к педагогу, например, на занятия или в музыкальную школу и так далее. Все это будет происходить у вас дома. Вы в любое время можете начинать обучение. 24 часа в сутки открыт для вас наш тренинговый центр, поэтому вы можете планировать расписание и режим ваших занятий самостоятельно. Вот мы немного поговорили о онлайн-курсе для начинающих. Чему вы сможете научиться на этом курсе? То есть, вы полностью поставите ваши руки, вы будете обучены технике сознательных движений, которые приведут вас к успеху. Вы сможете обучиться технике синхронного перехода, что позволит вам впоследствии разучивать любые песни. Вы научитесь сочинять песни на ваши или чужие стихи, то есть на стихи ваших любимых поэтов. Вы будете обучены алгоритму разучивания песен с помощью метода Клэве Фингес. И вы самостоятельно научитесь разучивать ваши любимые песни. Вот такой недлинный, я бы сказал, короткий онлайн-курс, который приобщит вас к такому замечательному инструменту, как гитара, и возможности использовать его для творчества, для собственного развития. Помните строки из Юрия Висбора? И сама по себе не играет гитара, а дана человеку, как голос души. Вот голос души уже будет звучать после этого небольшого, короткого онлайн-курса. Это гитарный марафон «Научись играть на гитаре» за 12 уроков. После того, как вы освоите, у вас есть другие возможности. У нас организованы другие курсы. Они все, я повторю, на автопилоте. Это онлайн-курс «Учись играть песни по нотам». Это для тех учащихся, кто бы хотел совершенствоваться в гитаре и приблизиться к такой теме, как ноты. В этом курсе вы убедитесь, что это совсем не страшно, и любой из вас будет способен играть мелодии любимых песен по нотам, играть в дуэте или в ансамбле, потом, если вы захотите, в какой-нибудь музыкальной группе, то есть на соло-гитаре, на бас-гитаре. Вот этот курс вам будет крайне необходим. Онлайн-курс «Международная гитарная онлайн-студия Ваганты». В гитарной онлайн-студии Ваганты мы проходим самые различные дисциплины. В одном из следующих видео я подробно расскажу. Будет специальная презентация студии. Сейчас я просто покажу вам на нашем сайте. Вы можете выйти в раздел «Студия» и здесь посмотреть онлайн-концерт Вагантов. Рекомендую. И о нашей студии. Здесь небольшая презентация. «Международная гитарная онлайн-студия Ваганты». Ну и можете посмотреть историю нашей студии, чтобы вы понимали, насколько это серьезно и интересно заниматься в этой студии. Также на нашем ресурсе организован такой онлайн-курс, как «Воскресные вебинары по вашим заявкам». Смысл его в следующем, что есть всегда некоторые темы, которые не освещаются в онлайн-курсах. И, допустим, вам хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Он может быть коротким или развернутым, или даже вашему вопросу может быть посвящено целое занятие, то есть целый вебинар. Для этого вам необходимо будет прислать заявку. И эта заявка будет рассмотрена. И на ближайших вебинарах вы получите ответ на ваш вопрос. Онлайн-курс «Любимая песня под гитару». Этот курс для тех, кто уже умеет играть. И основная его задача – помочь вам быстро набрать ваш репертуар песенный, научиться более совершенно исполнять ваши песни, закрепить те навыки, которые вы получили на этом гитарном марафоне, научиться делать несложные аранжировки с помощью модуляций, находить удобную тональность для вашего голоса и так далее. Ну, вот, наверное, вкратце и все, что я хотел вам рассказать сегодня о наших онлайн-курсах на Автопилоте. С вами был Николай Птиченко, руководитель гитарной школы «Ваганты». Пока, до встречи на музыкальных тропах.